Состояние биосистем Вот мы и подошли уже к независимым системам и их функционированию, непосредственно к предмету физиологии. Биосистема это целостная система, способная к самостоятельному существованию. Соответственно клетка это первая независимая автономная система. Повторюсь, клетка это первая независимая система, которая способна самостоятельно существовать, делиться, развиваться, снова делиться. Далее более сложная система тканей. Еще более сложная органы с их системами и наконец сам организм. Но есть у всех биосистем первое общее свойство, находиться в двух состояниях, в активном и в покое. Снова дихотомия? Да, снова дихотомия. Покой и активность живой биосистемы. Мы стоим на остановке и ждем автобус. Это покой. А наше движение внутрь подошедшего автобуса – это активность. Хотя, как вы понимаете, ожидание автобуса – это тоже не совсем уже покой. Мы стоим неподвижно, по стойке смирно. А сердце бьется. Легкие дышат. Кишечник работает. Значит, состояние покоя относительно. В природе мира состояние покоя всегда относительно. Так и клетка, находясь в видимом неподвижном состоянии, на самом деле внутри себя скрывает множество действующих процессов. Но условно мы определяем у всех биосистем эти два состояния – покой и активность. Притом активность также имеет свои два состояния – раздражимость и возбудимость. Снова дихотомия. Она самая. Раздражение – это реакция на внешний мир, на постоянно меняющиеся внешние условия. Организм под воздействием внешних условий меняет свои физико-химические и физиологические свойства, подобно тому, как мы меняем одежду, в зависимости от того, какая погода на улице и что мы собираемся там на улице делать. А это уже рефлексы. Это те состояния, которые выходят за рамки состояния покоя, но не вызывают шок, не напрягают биосистему. А если все-таки шок, если стрессовая ситуация, если в автобусе наступили на ногу, тогда биосистема внутри возбуждается и внешне проявляет это возбуждение. Это уже проявление специфических функций, которые служат для самозащиты биосистемы в возникающих опасных и непредвиденных ситуациях. Например, убрать ногу, чтобы нам в транспорте не отдавили палец. Здесь биосистема производит резкое движение телом, чтобы освободить ногу из-под внешнего угрожающего действия. В принципе, и раздражительность, и возбудимость – суть одно явление ответа на действия внешней среды. Но все же есть разница. Возбудимость имеет более позднее филогенетическое происхождение, а также более жесткую и резкую форму реагирования на внешний раздражитель, нежели раздражение. Потому является, как принято говорить, высшим проявлением более общего свойства раздражимости биосистемы. Чем ближе к нам по времени, тем выше по уровню сложности. Это снова отношение кинетической потенциальной энергии. Это как коромозга и подкорка. Коромозга – более позднее филогенетическое образование, потому и считается зоной возбудимости и местонахождением нашего эго, личного опыта. Подкорка же – более раннее филогенетическое образование, и потому считается зоной глубоких рефлексов, зоной контроля раздражимости, а также отвечает за наши родовые, передаваемые от прародителей, способы реагирования на внешнее воздействие. Как два полушария мозга. И снова наблюдаем дихотомию – левое и правое полушария мозга. А также еще одну дихотомию – каждое полушарие имеет кору и подкорку. Интересно? Интересно, но пока достаточно. Нужно более детально рассмотреть процесс раздражения. Но это уже в следующем ролике темы. Следите за моими репортажами, если вам интересна тема мира человека, его устройства и его функционирование. Я подаю поочередно несколько направлений познания. Вы можете выбрать как одну из этих направлений, так и весь цикл лабиринта знаний, просматривая все подаваемые мною темы. Эти темы можете найти выделенными в плейлистах в списках воспроизведений. Благодарен вам за интерес к знаниям. До новых встреч, друзья!